Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Приветствую вас от программы «Сделано в Вятке» на часах 13.07. Меня зовут Владимир Сметанин. Исторический экскурс мы сегодня будем совершать уже по традиции вместе с Евгением Питуниным, историком, краеведом, руководителем Музея инженерных наук ВятГУ и президентом Вятского ретро-клуба «Добрый день, Евгений Альбертович». Добрый день. Ну вот видите, как хорошо, да, на улице как-то... А что хорошего не заметил. Ближе к маю, ну как-то вот уже больше, 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 на весеннюю обстановку все походит происходящее в областном центре. Нет? Нет такого ощущения? Ну даже не верится, что через пару дней будет плюс 20, но вот завтра байкерам придется померзнуть. Байкерам. Это уже Евгений Альбертович сообщает о том событии, от которого мы сегодня оттолкнемся и туда вот вглубь-то историю стремимся. Итак, тема сегодняшняя. Открытие в Кирове мотосезона 2017 посвящается. История мототранспорта. История мотоциклов на Вятке. История мотоциклов на Вятке. Да, ну пару слов о завтрашнем событии. Мы о нем уже неоднократно говорили. В полдень ровно на Театральной площади соберутся байкеры. Официальное название мероприятия стутбайк. Но соберутся все желающие байкеры. Будут мотоциклы от самых последних, хмары, а то ретроаппаратов и самодельных, трициклов. В общем, есть на что посмотреть. Вы что-нибудь выставите? Выставим. Выставите, да? Какие-нибудь экземпляры любопытные? Ну, я думаю, что... В общем, приходите, завтра будет интересно. И сразу же хочу спросить, а вот мероприятия такого формата, такие сборы, сборы мотоциклистов в одном месте, они когда вообще появились в нашем городе? Возникли? Вот так для затрата. Вообще сборы мотоциклистов имеется в виду организованное или стихийное? Нет, нет, вот так, чтобы собрались где-то в одном месте, как-то пообщались, себя показали, чтобы народ пришел поглазеть. Когда такое появилось? Нет, нет, но тут есть два вида. Организованное байк-шоу и мероприятия появились в 90-е годы, когда возникли уже относительно серьезные байк-клубы, когда были организаторы, когда стала появляться серьезная техника. Серьезная, имеем в виду импортная. Импортная, да. Серьезных брендов. Второй момент, когда были объединения байк-эров, когда они назывались еще не байк-эры, а ро-эры, когда возникли первые ро-эрские клубы, когда они стали стихийно выезжать. Это были 80-е годы. 80-е годы. Рок-н-ролл, мотоциклы. Да, мотоциклы, мотоциклы, сетный магнитофон на плече, мотоциклы, я вас с загнутым задом. Но об этом попозже все начиналось гораздо-гораздо раньше. Я хочу еще мнение свое высказать, если позволить. Вот я почему-то недопонимаю, почему такой интерес вообще к мотоциклам. Почему это вызывает массу интереса, люди приходят, вау, круто, мотоцикл, какое-то особое отношение. Ну что, техника и техника. А трудно сказать. Откуда вот это такое особое? Машина эта, их байк-эры называют диванищи или раньше называли. Машина эта, это филиалы маленькой квартиры, это действительно диван на лесах, а мотоциклы, это живая душа, это ближе к животному, ближе к лошади, которая была... Больше риск какой-то, да? Да, если говорят, что четыре колеса везут в ваше тело, то два колеса везут в вашу душу. Ну так, устоявшаяся уже фраза. С другой стороны, пишут, что символ свободы, символ скорости, символ независимости. И во многих фильмах также вот именно этим символом был мотоцикл, начиная от изи-райдера и заканчивая там терминаторами. Терминатор был героем фильмов. Поэтому я считаю, что даже и отдалёте от технических вещей девушки, они понимают вот прелесть мото-дизайна, с удовольствием фотографируются возле там или на хороших мотоциклах. Не обязательно. Ну на красивых дорогих машинах, на фоне их они тоже любят. Ну на машинах это всё банально, а на мотоциклах, причём не только сейчас, когда уже там действительно большие, красивые, блестящие мотоциклы, вот эта тенденция была и в 20-е годы. Если смотреть старинные фотографии с мотоциклами, то и в Америке, и в Германии, очень хорошо девушки вот уже даже на тех мотоциклах позировали. Не знаю, хоть бы найти один вяз и с ним одни суровые мужики и в амбинезонах, и в кожаных шлемах, и в рагах. Ну давайте устремимся туда как раз-таки вглубь-то истории, да? Вглубь, давайте. Останемся в нашем городе. Вятка. Это ещё Вятка была. Вот, к сожалению, не установлено и, может быть, удастся найти нам фамилию первого владельца мотоцикла. Но он, видимо, так вот масштабно не прозвучал, купец Азима Лаптев, который обзавёлся первым автомобилем в 1906 году. Тем не менее, вот был первый автомобиль и уже были первые мотоциклы примерно вот в 10-е годы 20-го века появились. Вот 100 лет назад. Если, да, если там быстренько все машины от отсутствия сервиса от наших вятских дорог, они скончались мирно. А в 10-м году, по данным вятского полицеймейстера, на вят насчитывалось 10 мотоциклов. То есть это уже для нашего небольшого города, это уже такой нехилый байк-клуб был. Я полагаю, что все они были между собой знакомы. Может быть, и выезжали вместе. А одному вообще было опасно ездить, потому что вообще вот быть байером, тогда байерами, конечно, их не называли. Мотоциклетчики или саморачи, ну, по-разному. Саморачи это ближе к военным мотоциклам. А вот и саморачи, они действительно были людьми отважными, потому что выбираться куда-то за город было весьма проблематично. Так всегда были инфликты с христианами. Христиан было... А в чем конфликты? Это сейчас поля пустынные, а тогда христиан было множество, и все они вдоль чего-то там пасли животных, тасили траву, а до лошади ездили на лошадях и пугали. И поэтому часто бывало, что вот где-то в районе филей христиане просто вставали с вилами, цепью навстречу и не пускали. А обратная связь была, это в магазинах продавали для тех мотоциклистов того времени, видимо, и это небольшие компактные револьверы, но на всякий случай хлысты и прочую амуницию, чтобы вот себя обезопасить. Револьверы? Револьверы. Огнестрельное оружие? Огнестрельное. Ну, огнестрел вообще продавался тогда. Без разрешения? Огнестрельное свободно, но именно для мотоциклистов формально было для отгона собак, потому что ведь и собаки были непривычные, еще генетически у них мотоциклам. Они и сейчас, по-моему, как-то агрессивны во многих случаях. Тогда еще не придумали баллончик с перцевым газом, вот поэтому. Ну, и были первые мотоциклы сейчас. Да, что это было за технические? Конечно, все они были импортные, но, может быть, вот, если повезло, то наш завод, который сейчас называется «Авито», а перед этим назывался 32-й, по-моему, завод, а до этого он назывался «ДУКС». Вот он производил велосипеды в начале 20-го века, ну, и мотоциклы. Это неправда, что говорят, что в России до революции мотоциклов не было, производились, конечно, но в основном были импортные. Даже первые мотоциклы «Харлей Дэвисон», «Индиан», «Ван дер Роте» и «Амаре», они поступали в Россию, но купить, конечно, можно было, скорее всего, в столице, в Петербурге и привезти сюда. Это еще нужно было привезти на железную дорогу. В железную дорогу, там система все-таки была уже развита. Ну, это были машины, которые сейчас бы больше подошли под классификацию «Мопед». «Мопед», то есть небольшой двигатель, ну, двигатель мог быть и большим, но маломощным, например, были даже четырехцилиндровые мотоциклы, рама больше походила на велосипедную, бак был из жести, обычно «Плосс» и «Спайн» была. Даже ременная передача нецепная, вот, хотя могло быть четыре цилиндра, но мощности считалось достаточно и в одну полторы лошадиную силу, это вот движок велосипедный фактически. По современным меркам, конечно, не много. Поездили на самых ранних еще, что интересно, даже не было фонарей, обычных, привычных электрических фар, а наоборот, была лампа на… Ну, кто в школе хулиганил, тот знает, орбит, помню, собирали, от этого сварщика запихивали, поджигали, все это весело очень пузырилось и пело, и горело потом. Вот была лампа орбитная, то есть засыпался этот орбит, потом выделялся газ, ацетилен, и его поджигали, и вот с такой лампой. Ну, может быть, на… Это же небезопасно. Нет, небезопасно, метра на, там, два-полтора, может быть, перед лесом что-то было видно, но вот надо было… Это вообще вот до 40-х годов-то и лампы сохранялись. Чего вообще-то интересное изобретение, такая лампа? Ну, светилось, горело, газовые рожки, в основном-то ведь города освещались газовыми лампами, и первые автомобили имели-то. И вот такой мотоцикл надо было вывести, его с жут и мрёвом завести, пугая половину улицы, куда-то поехать. Но, тем не менее, это ведь не просто вот атом, и это тогдашние гопни, и, во-первых, это люди состоятельные, потому что, конечно, мотоцикл… Не каждый мог позволить, да. Убить Харлей, там такая реклама, это вы бы видели, вот, к сожалению, на радио не показать, а всё расписывалось. Даже с алясками, представляете, полторы лошадиных силы из аляс, и вот могли везти уда-то. А правила предъявлялись первым автомобилем-то тогда уже были у нас правила в ветке дорожного движения? Конечно, были. Принимались и постоянно менялись. Наверное, знак должен был тоже быть присутствовать, да? Какое-то обучение, определённый возраст, требования к здоровью, приоритет был пешеходного движения, гужевого, а потом уже… Ну, хорошо, что не было в Англии, когда тормозили движение автомобилей, что перед машиной должен был идти человек с флэшком по городу. И не больше представьте перед мотоциклом, если бы человек… Ну, ладно, это и в Европах не было, и у нас. Ну, вот, я вернусь, что первый самый неизвестен владелец, но люди, в принципе, были весьма выдающиеся. Например, одним из первых байеров, то есть мотоциклистов по тогдашним временам… Поминав мотоцикл ЭЧФ был очень известный человек, это фотограф Сергей Александрович Лобовиов. У него был мотоцикл «Ван дерер» вот где-то вначале… «Ван дерер» – это английский, а «Марка» – это очень хороший мотоцикл, видимо. Вот он, скорее всего, был даже, по-моему, упомянуто, что привезён из Петербурга. И очень любил Лобовиов ездить на нём, у него был дом в районе нынешней Филейки, вот в тех местах, и он частенько летом выезжал и осталось в истории. Видимо, несколько лет он… Ну, по-моему, даже не первый «Ван дерер» был, а ещё до того, какой-то мотоцикл, а потом, основное время, «Ван дерер». Ну, ездили, конечно, как могли, ремонтировали, наверное, сообщество было вот очень интересно, вот иметь машину времени, переместиться и посмотреть на собрание тогдашнего Лоба. А ремонт, это какие-то местные кулибины, что-то там изручную… Ну, если у нас ещё в 80-е годы вручную в гаражах разбирали неразборные узлы от советских машин и иномар, и то, что невозможно вообще технически с точки зрения инженерной сделать, делали, то и здесь, наверное, делали. Я полагаю, это выглядело примерно… И но… Параграфы Лёстра, помните, эту ретту узнец разобрало, вот, наверное, примерно так же одно. Есть воспоминания о ремонте, но это чуть более поздняя эпоха, вернёмся. Ну, вот наступил 13-й год. — 1913. — Да, и все мотоциклы были, конечно, инфисованы для армейских нужд. Вот были в российской армии целые роты саморач, они использовались, ну, использовались очистый развед и фельдсвязи, для их-то даже перевоз и пулемётов наподобие Аляс и, в общем, использовались в мировой войне, хотя… — Первые мировые. — Первые мировые машины были несовершенны, вот. И я думаю, что там они все и погибли, потому что следов практически не осталось. Хотя в Ирове у одного коллекционера вот есть пара таких, скажем так, остовов, мотоциклов из, может быть, из десятых, из двадцатых годов. Но собрать их и установить историю невозможно. — Они вернулись как-то потом с фронта? — Нет, нет, конечно. У нас и после Второй-то мировой не возвращались, а протеи говорить. Да там же всё, там же такое движение масс было, и все эти волны событий, они смели и предыдущих владельцев, собственно, возвращать-то потом уже, скорее всего, никому было. И вообще частную собственность отменили. Но были мотоциклы, были, вот наступила другая эпоха, города завесили красными транспарантами. — В двадцатые годы, да, уже? — Уже, да, после событий известных с лозунгами «даёшь, да здравствует» и прочее, вот, и наступила другая эпоха. Вот, естественно, первые годы, ну, мотоциклы, я полагаю, были, вот, у нас сюда в Вят, ещё не в Ирове, в Вят были и это военные части, и я полагаю, что, может быть, не у частных лиц, а вот где-то для служебных целей были. А массово стали появляться в тридцатых, ну, массово. Вот, если смотреть известные фильмы довоенные тридцатых годов, вот там, а то помнят, трактористах, Ладынина ездила на мотоциклете, почтальон, мотоцикл, это ИЖ-7 или ИЖ-8 марка была, если не импортный какой-то. Но, вот, знаете, вот, не каждый колхоз мог купить себе, позволить мотоцикл... — Из-за другого? — Конечно, конечно. Вот, даже, по-моему, если где-то я читал, что если пять-шесть колхозов синулись, то они вряд ли бы потянули в тридцатые годы на такой мотоцикл. Тем более фантастика, чтобы какой-то имел и Армейс Ичин, скажем, в звании там старшего лейтенанта, где-то имел в гараже, ну, если он не герой, вот, а там, Хасана, Халхингола и прочего, да и то это тоже маловероятно. Имел бы в гараже мотоцикл, который отдавал бы своему сыну, чтобы тот начался спасать свою девушку или куда-то просто по своим делам, там, на свидание ездить. — Художественный вымысел. — Это желаемое, за действительное мотоциклы были, конечно, и в колхозах, и их-нибудь там могли быть героев-стахановцев, потому что награждали уже вот в середине тридцатых. — Поначалу это были импортные, завозились, а потом начали разрабатывать. У нас интересная история наших мотоциклов отечественных, конечно, первый был совершенно никуда, назывался он «Союз». Иш-1, он немногим отличался, это была огромная неподъемная машина. Вот, знаете, в Японии, говорят, вводили правила, и человек мог получить права на мотоцикл, если он сможет поднять его из лежачего положения. Вот, я думаю, первый советский мотоцикл вряд ли бы кто смог. — Первые советские мотоциклы наверняка были скопированы с какой-то техникой репортажа, да? — Разработки были заимствованы наверняка. — Если не целиком, то было заимствование. Но опять, если мы ближе к войне, то было очень опасно что-то необдуманно заимствовать. Был один известный разработчик мотоциклов в СССР, который очень большой вклад положил, конечно, в развитие мотостроения. Но перед войной он где-то в конце 30-х имел неосторожность похвалить немецкую технику, за что был немедленно арестован, за преклонение перед немецкой техникой. — А, вот так вот штамп уже поставлено, все, преклоняешься, не наш человек. — Арестован, попал в лагеря и сгинул. — Ну, это как раз те самые суровые годы. — А так, конечно, заимствовали. Но основные марки были перед войной, вот, может быть, даже они в Ирэве были. Это, во-первых, мотоцикл пензенского завода, назывался он «ПМЗ». Вот, а расшифровался «Попробуй меня заведи», потому что было убогое зажигание. — Это народная расшифровка. — Народная, народная, да. И второй мотоцикл был, это «ТИС АМ600». — Это что он назывался. Это вот у него была «Батура 600», он уже был солидный мотоциклет. И вот самое печальное, что я где-то в начале 2000-х я напал на след такого ТИЗа довоенного у нас в Ирэве, который долгое время стоял в Макаре. У него была легендарная история. Но, к сожалению, вот я чуть-чуть, буквально несколько лет не успел. Мотоцикл был вывезен в деревню, где благополучно погиб и был разобран на металлолом и сдан. — Ну, уж какие там запчасти? Они уж ни к чему тут не пригодны, да? — Ну, а если вспомнить про Ладынину, это, конечно, для нее бы был неподъемен. Это «ТИС» или «ПМЗ». И были уже небольшие «Ежи». Это «Еж-7», «Еж-8» и неприхотливые одноцилиндровые легкие мотоциклы. Легчайшие это уже не мопеды, конечно, первые мировые. Это уже были машины. И вот их-то уже в городе, в нашем, можно было отследить, потому что сохранилась масса предвоенных фотографий, где различные мотоциклы появились. Это у нас «Осавая Осо Авиахим». Позднее «Досаф» это был. И поэтому готовили у нас, конечно, интенсивно службы защиты отечества, парашютистов, там где-то... Ну, у нас парашютистов, конечно, нет, но парашютистов, там стрелков, там радистов и мотоциклов, конечно. Мотоциклы, может быть, они и не были в обиходе, но в основном пацаны, вот из желающих, могли записаться в «ЭТОСа Авиахимовс» и «Досафовский клуб» и участвовать в «Мотогонах», там. А солидные уже спортсмены участвовали вообще в пробегах, вот куда-то. Иров, Ижевск, там или даже в Ленинград куда-то побежали. Смело-смело. Это очень красиво все выглядит, когда толпы провожающих девушек и бросают в воздух чепчи, и играет духовой арестер. И рев моторов. Да, там говорят, и это дядь из трибуны, говорят речи, но когда ты уехал, и сразу за городом в районе Минтерн ты попал в такую погоду, например, 28 апреля, ты попал в непролазную грязь, и все, и ранты. И вот ты едешь, это ладно, там наш батюш Абай, и он до Питера там гонял на своем мотоцикле, и сдавал замен на звание «железная задница», там без останов и доехать. А тогда хоть на железной, хоть на деревянной, это не по асфальту, там на хорошем мотоцикле, где, в принципе, одной ручкой шевелить можно, там надо специальную физподготовку, чтобы рулем в грязи поворачивать. Да, не упасть. Ну, в Урале в свое время доводилось ездить по бездорожью. Я только с коляской набрал. У меня два-три руки, вот после этой оезды они просто отпадали. Вот, а когда ты часов там 8-10 ты стремишься проехать, то пусть тебя даже, вот Остапа Бендер где-то в каком-то городе в погоне там по бездорожью и разгильдяйству на машине, ладно, ты приехала на мотоцикле, то это очень выматывали пробеги. Но, тем не менее, были массовые. Любили люди, любили зрелища. Пацаны стояли, смотрели, мечтали стать мотоциклистами, а многие ушли в армию, получив права. Это мы все про 30-е еще говорим. А насколько легко было обзавестить или насколько сложно было обзавестить? В 30-е, не-не-не, в 30-е, вот я говорю, что алхоз не каждый мог себе. А на Вят и вообще там половина... То есть свободной продажи их не было? Если бы целый район, все алхозы были. Ну, может быть, и были. Потому что были же в продаже там и это М, и это там эти имы, машины до войны официально. Наверное, они были, но я мог позволить, а скорее всего наградили. Вот на шахте ты там за сутки 150 планов выполнил, и, естественно, тебя там мотоциклом могли наградить. Нет, подожди, у нас-то какие шахты? Ну, что у нас там тоже что-то морализоводство. Тоже были стахановцы, но стахановцев было множество. Единственное, что стахановцы в 30-е годы, они стояли в очереди за мануфактурой, к примеру, 6 часов в стахановской очереди, а не 24 часа, простые смертные граждане. Поэтому не до мотоциклов. Это их выдающихся. Надо смотреть, но не попадалось, чтобы наградили. В основном для обучения молодежи военному делу. Ну, и наступила война. Конечно, все мотоциклы были свезены со всей области во двор на нынешний Пятниц. И два Степана Халтурина, два, отремонтирован и отправлен для нужд армии. Перекресток Пятницкой и Казанской ныне тут, рядышком. А сколько примерно можно было? Мотоциклы, несколько сотен. Несколько сотен, да. Это же огромное количество. Ну, в клубах везде, в районах ведь были клубы, там, зерно по 5-6 мотоциклов. Где-то страна снабжала, тем более ИШ, Пенза и другие там начинали заводы. И это, ну, с войной. Там дальше была вообще интересная, призабавная история. После войны или во время войны? Перед войной. Перед войной. Давайте ее расскажем и на паузу. Когда уже стало известно, что грядет война, и надо было вооружать Красную Армию и моторизировать. Мобильные делать. Делать, да, мотоциклы. Потому что вот та же Германия, они уже, у них определенные мобильные группы на мотоциклах. А у нас этот ПМЗ, напомню, попробуй меня заведи, СЕ было весьма проблематично. Хотя и на них воевали. Это вот, может быть, даже и всю войну до Берлина доехали. Но, тем не менее, надо было хороший мотоцикл. Вот, поэтому разными путями привезли у нас несколько мотоциклов. В том числе Харлей Дэвидсон легендарный. Они у нас ведь были, Харлеи, вот с самого начала. Вот я говорил, что если Лобовев ездил на Ван Дерере, он бы мог, на Харлей Дэвидсон, на таком бренде, расроченном. Точнее, он назывался Харли Дэвидсон тогда. Это потом уже транскрипцию сменили. Харли Дэвидсон, вот первая реклама. Тогда вот перед войной Харлеи привезли уже, видимо, этот ВЛА-42, знаменитый. Валуй называют американцы или там аналогичную марку привезли, по-моему, Гном Рон из Франции. Гном Рон была у них фирма Ван Дерер Триумф из Англии. И это мотоциклы чуть ли не польские там. И устроили пробег Ленинград-Сверловск. Ну, естественно, по бездорожью, естественно. Вот, замечу, что вот наши ПМЗ и ТИС, они скончались в первую очередь. Потом скончались легендарные американцы, потом все остальные. И выжили в основном немец и марк. И вот такой был мотоцикл. Это примерно какой был? Перед войной, это, наверное, был где-то 39-40-й. И выжил немец и мотоцикл, который имел оппозитный двигатель. Вот назывался он БМВ Р-70. Вот. И решили, видимо, каким-то образом взять его на вооружение. Скопировать один одному. И назвали его БМВ Р-71. Прошу прощения, он назывался. А назвали немудростая лукавая М-72. Разобрали до Винти. Ну, там, может быть, это были некоторые изменения. И вот получилось то, что сейчас является предтечей нашего Урала. Я на таком выезжал года два назад. Вот за тот год. Потому что тут уже не было у меня. Есть такой мотоцикл. И причем именно нашей сборки. Вот нашего же завода. А какого бывшего выпуска? Который стал 32-м заводом. Вот нынешняя ВИТ и войну. Какой год выпуска? Военного. У меня где-то послевоенного, но основа, вот, есть некоторые признаки, которым собирали здесь. Так, нам нужно сделать небольшую паузу. Все-таки напомню, что это программа сделана в Вятке. Мы сегодня историю мотоциклов на Вятке и в Кирове сегодня по этому поводу говорим. Наш гость Евгений Питунин, историк Краевет, руководитель Музея инженерных наук Вятского госуниверситета, президент Вятского ретроклуба. Очень небольшая пауза. Скоро продолжим. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Ну, наверное, не сугубо, но все-таки в основном у нас сегодня такая мужская тема. Мужиками интересны, в первую очередь, мотоциклы. И, кстати, хочу сказать, почему мы сегодня затеяли такую тему. Завтра, 29-го числа, байкеры наши соберутся на открытие мотосезона 2017. Передвяз им университетом. Да, на театральной площади. Ровно в полдень, по случаю праздника, на театральную площадь пригонят даже настоящий бронетранспортер Евгений Альбертович. В 13.00 раздадут геройские ленточки. Программа праздника предполагает много сюрпризов. Студенческих флешмок, моп, показательные выступления спецназа. Рок-группа будет выступать, будет освещение мотоциклов, визит запланирован губернатора, фотосессия от геометрии, спортивные соревнования, ну и вятские казаки там еще будут присутствовать. Вот такой большой праздник. Да, приходите, будет интересно. А мы вернемся к нашим брутальным... В послевоенное время. В послевоенное время. В военные годы нельзя было увидеть мотоциклы у нас здесь. Чуть-чуть, два слова. Прямо, естественно, мы скопировали, возмутились в Германии, стали, да мы ничего, мы-то вроде сами сделали. И много очень было споров, что, ну, естественно, наши сперли вроде это BMW. А недавно прочитал интересную версию, что это АЗВС была оперативная игра германского генштаба. Они нам впарили уже устаревшую модель BMW R71, хотя у них была более совершенная модель BMW R75. Известен модификации Сахара, там было две задних передачи и все-все. Но, тем не менее, вот эти самые выносливые, неприхотливые, неубиваемые мотоциклы, они прожили всю войну, некоторые до наших дней. И вот завтра на шоу, я думаю, что один из М-72 вы увидите. Надеюсь, что погода позволит и можно будет выехать. Вы его лично? Ну, нет, нет, у меня у гаража там еще грязь и плена, и мне придется на фронте его вытаскивать и тянуть чем-то там. Хорошо. И виллесом вытягивать. У нас наступило послевоенное время, конечно, мотоциклов было тоже немного. Интересно, что пошли мотоциклы армей и стали списывать вот эти же Харлеи в ЛА-42. Они попали в милицию, и после войны, уже начиная с 47-го года, Ировская милиция гоняла на Харлеях, потом вот пересела уже на эти же М-72. А сейчас на БМВ ездят. Тогда были синие, с красной полосой еще мотоциклы. Вот, кто помнит, был великолепнейший развод мототехники на театральной площади милиции. Ну, тем не менее, упить было сложно. Простым людям. Стали по репарациям у нас работать заводы в Жевске. Туда отправили из Германии оборудование для производства мотоцикла ДВНЗ-350. Стали делать вначале ИЖ-350, потом легендарный ИЖ-49. Чуть модифицировали. И дальше пошла линейка ИЖ. Туда же, в Москву, отправили оборудование для производства мотоцикла ДВРТ-125. Это лег и мотоцикл. Назвали его Москва. Отличный мотоцикл был. Потом отправили часть в Минск, что положило начало Минск мотоциклам. И часть в РОВ. Да, стали А-155, потом в РОВИЦ и все. Вот это вот родоначальные. Все Советские мотоциклы, они имеют свои уровни в немецких. Ну, это известно и все. Но, тем не менее, было не упить. Были мотоциклы дефицитом. А после войны хотелось. Потому что уже повидали, посмотрели. И, оказывается, после войны промышленность Германии работала по репарациям. И можно было упить в любом колхозе, в любом районе ИРС и области. Прийти на почту через посылтор заказать велепный мотоцикл. Говорили о том, что по почте можно было выписать мотоциклы. Ну, конечно. И через это пережили, поубивали разные там ЕМВ, БМВ, ДЭВ, НЦУ мотоциклы и прочую технику. МЦеты уже позднее пошли немецкие. И вот мы подошли к нашим. А массовое – это рассвет байерства, мотоциклетного движения начался, скажем так, в 60-е годы. В начале мотоциклы были еще очень недоступны. В основном стали появляться… По цене, да, недоступны? По цене и по… По предложению, собственно. Да, по степени дефицитности стали появляться у нас более-менее виды техни, и мотовелосипеды. Велосипеды с моторчиком и… С педалями. Мопеды с педалями. Если даже, а то помнит, и но хозяин Теги, вот там уже солидный дядь, где-то на лесоповале уже без мотоцикла, на мопеде. Кстати, и легче по лесу это проехать и все это. А в 60-м уже относительно доступны стали и «Жевс», и «Мотоциклы», и «Минс». И поэтому уже пацаны мечтали о мопедах, собирали по подвалам велосипеды с моторчиками. Вот это пошла мотомания. Конечно, и клубы работали в 60-е, 70-е. Были знаменитые гон и на льду соревнования по спидвее тогда. Вот я считаю, что это золотой расцвет мотоэпохи. И в детстве, когда я подходил к центральному рынку, у машин было мало, а там вот еще не было павильона. Но со стороны улицы Пролетарс, и там мотоциклов стояло, мама не горюй. И там всех, вот мне интересно было, и велосипеды, и мопеды, и это эти ежи. И вместо лес и был деревянный ящик, чтобы там что-то привезти. И все ездили без шлемов. Шлемы ввели где-то году, наверное, в 72-м. Обязательно ездав шлемах, а до этого нет. Это твои личные проблемы были. А номерной-то знак нужен? Нужен регистрация. Конечно, регистрация. Вначале они были послевоенные. Это черная букова на желтом фоне, а потом черный фон, белая букова. Вот ездили, то есть где-то вот интересный ТИС, про который я говорил, он тоже фигурировал. И асфальта немного было. Вот, например, в Ленгасово нельзя было проехать. Вот не было дороги на Победилово, а ездили через РУС, через Старомосковский тракт, так называемый. И вот по лесу на мотоцикле. То есть там действительно надо было иметь. И вот сейчас вот, если даже люди жили бы там на 50 лет постарше, то нормально, зато это легко добраться. Пусть там тещу в коляс уже куда-то туда, и вот в такую погоду там куда-то сгонять, съездить, это в порядке. Да еще в районах еще 80-е годы-то жили. А потом, когда уже стали мотоциклы еще доступнее, то наступил и насмотрелись фильмов западных, когда немного в 80-е годы там хлынул. Ну, импорта еще не было, но в основном собратья по лагерю социализма поставляли нам мотоциклы. Были панония, и главное-главное, это легендарные явы 60-х годов были. Ну, явы это такая была... Да, не купить, ездили в Ленинград или в Казань там доставали. Но, тем не менее, вот 70-е прошли, и 80-е, да, небольшая-то оттепель появились в Иреве, Диэроэры. Почему-то бай-эры, слово еще у нас, ну, и они бай-эры были, конечно, вот клубы были там, дивизия, еще что-то. Дикая дивизия, мотоклуб. Да, я даже всех и не упомню сейчас, но вот это были-то и ребята на ежах или наявах, причем тенденция была жутко задирать сиденья вот над задним лесом под углом 45 градусов, и вот бедная девушка или кто-то, если сзади ехал, то это надо было усидеть. Этот центр тяжести нарушался, мотоцикл становился ранее опасным, но, тем не менее, ужасу обывателей, они гоняли целыми табунами по дорогам, они могли взять робочку-таксиста или там автобус какой-то. Ездили, я помню, стоя на стреминах, вот мчались по Ктябрьскому проспекту, а кто-то вообще мог встать там на сиденье каким-то образом. Ну вот сколько их побилось, это тоже вот надо сосчитать. Но госавтоинспекция за ними, видимо, пыталась как-то гоняться. А пытались, тогда был первый мото-взвод или мотоотделение, еще без импортных мотоциклов пытались, конечно, но это тоже ничему хорошему не привело, потому что одни гонятся, другие убегают, и в процессе погони тоже люди, молодые люди травмировались, убивались, вот, в общем-то, это все ушло на ноль. Ну и, конечно, эти переделанные явы ежи долго не прожили, потому что при таком режиме эксплуатации, ну, неумело переваренные, ведь кто-то умудрялся у Минсов и даже восходов вот эти крылья задирать, но интересно бы найти, да, для музея вот кто-нибудь, может, отдаст такой сохранившийся экземпляр вот именно своей явы задранной, я бы вот его с удовольствием бы сохранил, может, даже вот на такое открытие боя. Шоу «Завтра» можно было смеха ради показаться, вот, с осетным магнитофоном, ишь, с музыкой, а там еще с ими-то атрибутами, чтобы вот именно продукт эпохи, но пережили через это. Вот, в 90-е годы уже стали появляться импортные мотоциклы, вытеснялись, а советские мотоциклы, в принципе, неплохие для своей эпохи, они, конечно, устарели и получили такое пренебрежительное название «совкоциклы», от слова «сово». Хотя, так или иначе, ностальгирующий по нему. Да, и вот первое шоу, которое наш незабвенный отец Александр Перминов проводил возле Спасского собора, тогда еще часть была маленьких, этих импортных, самых крутых, а часть была «совкоциклы», которые себя... или там стали переделывать Уралы, там вся разная, чопперили там их, то есть делали чопперы, убирали все лишнее, делали эту вилку с высоким руль, ноги вперед, вот это ездили, хотя, да, вот эти Ураловские цилиндры, они очень для ног неудачно расположены. Да, они же горизонтальщины, да. Да и сейчас иногда попадается, смотришь-то, ой, вытаевший байер на таком Урале, и вообще чуть не вверх, там выше головы от инут, и ноги вперед и едет. Молодец, уважаю, вот что сохранились. Ну, это, в принципе, уже-то и общие мировые тенденции делать мотоциклы, потому что сейчас, вот, например, та же Марк Харлей, это в основном двигатели, вот V-образные, знаменитые. И есть масса там тюнинговых, другие, даже вот была целая передача, делали под любой заказ, что ты хочешь, то и сделают. Он вроде Харлей, но он не классический, а по... Индивидуальный рисунок, да, да. И вот... Подходим к концу, к сожалению. Да, и жаль, тема интересная, вот можно говорить бесконечно, но мы-то пробежались по основным, я думаю, вспомнили все свои молодости, надеюсь, будет у нас музей мотоциклов, приглашаю еще раз всех завтра на открытие шоу. И, кроме того, 9 мая в Иреве традиционно состоится пробег авторетро машин. Вот в 11 мы на площади Конева, в 12 оттуда едем, и где-то с пол первого мы располагаемся на театральной площади напротив главного корпуса университета. В том году у нас было 55 единиц техни, и в том числе были интереснейшие мотоциклы. В этом году, заканчивая тему мотоциклов, что тоже люди подготовятся, сейчас просто не все сумели завестись из гаражей, вытащить свои мото... Мото... А вот 9 мая, я думаю, что их будет побольше, и наряду с машинами всегда можно будет сфотографироваться на фоне мотоциклов. Вот с наступающими воспроизводителями. Скоро встретимся снова. До свидания. До свидания. Сделано в ветке Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова